Плохой уголь в угольной столице. Вместо пяти тонн угля Орешка жителям Михайловки привезли в два раза меньше угольной пыли. Как уберечь себя от обмана посредников? Почему карагандинцы не могут купить нужный им уголь и почему топливо дорожает? Выясняла Людмила Батюшкина. Она уже разлагается, порода выступает, мелкая вся. Обычно у меня если пять тонн, она вот под эти бревна. А она что и половины нет. Николай Василенко впервые за последние 15 лет столкнулся с таким обманом. Семья по объявлению заказала, как и в прошлые годы, пять тонн угля на зиму. Однако куча оказалась вдвое меньше, чем обычно. К тому же уголь плохо горит. Он разительно отличается от остатков прошлого года, хотя марка угля одна и та же. Николай вызвал участкового и написал заявление. Хотя бы четыре с половиной было, и то не так обидно. А тут даже трех тонн не было. Надо их сжать, этих предпринимателей, как при союзе. Как мошенничество это получается у них. Это народном месте берут и народ обманывают. Надо ворачивать все в государство это, от частных этих предпринимателей. Контроля нет никакого. Вот оно все бесхозно и делается. Но больше всего Николай Василенко возмущает то, что вернуть уголь и забрать деньги невозможно. Посредники не называют ни имен, ни наименования компании. За уголь семья Василенко заплатила 58 тысяч тенге. В прошлом году он им обошелся в 46 тысяч. Цена возмущает и других карагандинцев. Нет, конечно, неадекватно. При том, что еще обманывают все. Столица угольная. Цена практически за золото. Как бы 11 тысяч, 15 тысяч есть цены. К-12 это хороший уголь, но на самом деле пули привозят. Доставка этого КАМАЗа, загруженного на Юго-Восток, 25 тысяч я беру. Я говорю, вы что, в своем уме? У вас пустой машина стояла целую неделю. Потом вы пришли, сели, загрузили и сразу заработали 25 тысяч за доставку на Юго-Восток. Я говорю, я пенсионер, я инвалид, шахтер. И я не могу заплатить плату. Карагандинские шахты принадлежат Арселор Металтимиртау. Все они добывают уголь только для металлургического комбината или на экспорт. И не продают уголь населению. Единственная шахта, где можно купить уголь, добывает его слишком мало. И цена на него самая высокая. Именно этот уголь подходит для большинства печей. Это шахтный уголь. Так как добыча происходит под землей, значит, удорожается все. Там у них рядовой уголь стоит 12 тысяч тенге. И так называемый в народе орешек – это уголь, который отборный, уже отмытый, сортированный. Он до 14 тысяч тенге. Ну, этот шахтный уголь, они добывают в небольшом количестве. Поэтому на него такой спрос и ажиотаж. На этой шахте машины стоят неделю в очереди, чтобы загрузить тот самый орешек. Углем с карьеров склады забиты. Но карагандинцы берут его неохотно. Одна марка слишком быстро прогорает, другая самовозгорается. Несмотря на призывы властей закупать уголь летом, к складам очередей нет. Поэтому там вновь ждут ажиотажа осенью. У нас население, пока мороз не стукнет, у нас как бы никто не шевелится. Повлиять на частных извозчиков и фирмы по доставке угля власти не могут. Этого им не позволяет закон. Людмила Батюшкина, Жанайдар Ахимжанов, Равиль Валеев, 5 канал.